На горячую линию поступил звонок от жителя города Куровскоя Станислава Рыжова. 27 августа в его доме произошел пожар. Жилье числится в муниципальном фонде, однако до сих пор семья Рыжовых не получила помощи. То, что вот осталось от стиральной машины. О бытовых приборах и мебели у Станислава Рыжова остались одни воспоминания. Пожар в доме номер 34 произошел в конце августа в 4 часа дня, когда хозяев не было дома. Спасти дом от полного возгорания помог супруг Аллы Апостоловой. Он пошел к соседке, к Людмиле, их не оказалось и дома. Он говорит, я вышел, посмотрел в сторону, дым идет. Он говорит, я кричать, сосед через дом работал на огороде. Борь, у Стаса, говорит, дым валит с крыши, вызывай быстрее пожарных. Они вот переключили, перекрыли газ. Бдительность соседи помогла спасти большую часть дома, выгорела только терраса и крыша. На первый взгляд комната в доме Станислава цела. Однако, по словам специалистов, обрушение крыши может произойти в любой момент. Вот после пожара поставили, да, чтобы не упало. Потому что там потолочные эти балки, они там все сгнили. Все ценные вещи из дома пришлось вынести. В первую же ночь после пожара в дом Станислава наведывались мародеры. По счастливой случайности в доме находился хозяин вместе с собакой. В своем отчете пожарные написали, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. Только где произошло замыкание, не уточняется. По словам Станислава, в доме из бытовых приборов работал только холодильник. И согласно отчету пожарных, не он стал причиной возгорания. В заключении специалиста пожарной охраны, проводившего пожарно-техническое исследование по факту пожара, сделаны следующие выводы. Очаг пожара находился в южной части террасы пристройки жилого дома. И второе, причиной данного пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки. Жители поселка уверены, возгорание произошло именно снаружи. Дело в том, что во время сильного ветра оголенные провода друг с другом соприкасаются и начинают искриться. Вот, как соседи говорят, что был сильный ветер. Захлестнули провода и получилось короткое замыкание. Если бы короткое замыкание было в доме, то автоматы бы сработали, а автоматы не сработали. Дом Станислава Рыжова муниципальный, поэтому в первую очередь мужчина обратился в администрацию города. От комнаты в коммунальной квартире Станислав отказался, а вопрос с восстановлением дома затягивался. В чем причина задержек, нам объяснил глава города. Решение этих вопросов требуется тоже определенное время. То есть все не так легко и просто, как хотелось бы. Потому что дом надо действительно восстанавливать, нужно менять кровлю, нужно менять часть стен. И, соответственно, у нас тоже, я имею в виду, как у администрации, должен быть соответственный период подготовки. То есть необходимо договориться о том, чтобы был материал на ремонт. Для этого нужно найти деньги. Нужно определиться и обратиться за помощью службы социальной защиты для того, чтобы тоже они помогли семье. Поэтому, конечно, для этого требуется определенный временной период. Но на сегодняшний день я могу уже точно констатировать, что в принципе все вопросы эти решены. И в ближайший, ну максимум день-два, все работы по восстановлению данного дома, они начнутся. Восстановлением кровли и стен займется управляющая компания. Приблизительный ремонт сейчас оценивается в 200 тысяч рублей. А пока Станислав вместе с семьей живет у родственников и друзей.